В конце осени ожидается пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому сегодня один из актуальных вопросов – как не допустить вспышку гриппа. Один из действенных методов – вакцинация. В Лавинском районе к иммунизации населения уже приступили. Прививки от гриппа делают бесплатно. В этом году сезон вакцинации действительно у нас начинается раньше, чем обычно. Это связано с тем, что вакцина нам уже поступила. И надо именно прививаться в это время, когда нет еще случаев заболеваний, катаральных явлений у людей. Когда люди еще здоровы, нет никаких простудных заболеваний. Надо именно сейчас привиться, чтобы выработался нормальный иммунитет и к эпицезону гриппа. Мы подошли с хорошим устойчивым иммунитетом. Прививка против гриппа не обезопасит от обычной простуды, однако поднимет иммунитет человека к вирусам в целом. И как показывает практика, привитые пациенты простуживаются гораздо реже и легче переносит болезнь. 10% привитых людей, заболев гриппом, не сталкиваются с осложнениями и выздоравливают быстрее. Сегодня в медучреждениях Ламинского района есть необходимое количество доз, чтобы в полной мере провести кампанию по иммунизации. В этом году планируется также привить, как и в прошлом, где-то процентов 40 от населения. Привить надо будет школьников, детские сады, взрослых, конечно, в основном организованные коллективы. Хотя в этом году предусмотрено привить и неорганизованное население, как взрослое, так и детей. Этой осенью вакцинируют грипполом. Иммунитет после введения препарата формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона. Главное – вовремя сделать прививку. По опыту прошлого года подъем заболеваемости сезона гриппом был зарегистрирован на зимние месяцы, а именно пик заболеваемости пришелся на февраль. Всего было привито 38,6% от численности населения района. В этом году, по опыту прошлого года, мы также планируем, что подъем заболеваемости придется на конец осени, на начало зимы. Поэтому в этом году мы уже приступили к прививочной кампании. Привиться можно в нашем кабинете в прививочном, в поликлинике по обслуживанию взрослого населения. Также планируется создание мобильных прививочных бригад, которые будут работать в учреждениях, на предприятиях с численностью работающих более 100 человек. Напоминаю, что в первую очередь заболеваемости подвержены медицинские работники, работники социальной сферы, педагоги, а также лица старше 60 лет. Получить прививку можно в учреждениях здравоохранения Лобинского района.